Здравствуйте, это программа темы дня комментариев. Меня зовут Валерий Королеон. Сегодня мы поговорим о раздельном сборе мусора Тверской области и как работает на деле мусорная реформа. Сегодня у меня в гостях заместитель министра природных ресурсов Тверской области Иван Алексеевич Локтионов. Добрый день. Иван Алексеевич, расскажите, пожалуйста, как работает система ТБО в Тверской области? Система сбора твердокуммунальных отходов у нас работает, как и везде уже по всей стране. В рамках есть система регионального оператора. Региональный оператор у нас выбран один на территории всей Тверской области. Это Тверспецавтохозяйство, собственником которого является как раз Тверская область. И действительно порядок обращений с твердыми отходами у нас разработан. Разработан, принят нормативный акт, в соответствии с которым люди складируют отходы на оборудованных контейнерных площадок в контейнеры. Или в случае отсутствия таких контейнерных площадок региональный оператор обеспечивает вывоз отходов именно пакетированным способом. Это по графику установленным рекоператором. Иван Алексеевич, у каждого контейнера есть свой цвет. На это многие обратили внимание. Есть синенькие контейнеры, есть зелененькие контейнеры. В чем их разница? Я, но не в дизайне. Да, действительно, не в дизайне. С того года начали постепенно мы вводить раздельный сбор мусора. Это именно раздельный сбор мусора. У нас, как я уже говорил, установлен порядок, в соответствии с которым в синие контейнеры мы размещаем сухие отходы. Это те отходы, которые направляются на переработки. То есть те вещи, которые мы даем новую жизнь вещам. И, соответственно, зеленые контейнеры — это все мокрые отходы, которые загрязненные, которые уже направляются у нас на полигоны, на захоронения и не подлежат переработке. Иван Алексеевич, в мае этого года в Твери был открыт первый экопункт, предназначенный для приема как раз твердых бытовых отходов, таких как пластиковые бутылки, стеклянные, какие-то стеклотары, макулатура. Расскажите немного подробно, какие задачи и цели у этого экопункта. Да, действительно, это продолжение как раз работы по внедрению раздельного сбора мусора. И в том числе именно просвещению, экологическому просвещению жителей нашего региона в раздельном сборе мусора. То есть в мае этого года был открыт первый экопункт на территории города Твери, куда жители могут привезти раздельно рассортированные отходы. Это пластик, бутылка, алюминиевая банка, бумага. В дальнейшем также планируется и стоит задача перед министерством, перед региональным оператором внедрять такие пункты и в остальных населенных пунктов нашей области. Иван Алексеевич, что касаемо полигонов, сколько на данный момент Тверской области действует полигонов? Может быть, какие-то планируются прекратить их работу? Действительно, да. На территории Тверской области, как и был первый вопрос у нас задан, сама система обращения с отходами предполагает о том, что отходы размещаются на полигоне. Сейчас у нас, к сожалению, размещается на полигоне больше 95% отходов, но задача стоит перед министерством о том, чтобы захоранивать. Мы захоранивали не более 50% отходов, причем 100% отходов мы должны направлять на сортировку. Сейчас на территории области действует порядка 21 полигона. Наверное, их полигоны назвать нельзя, это больше свалки. В остальных, раньше у нас свалка была в каждом районе. Многие мы свалки закрыли. В настоящее время идет работа по их рекультивации. Так, рекультивация идет с шести свалок. Пять свалок рекультируются в рамку федерального проекта «Чистая страна», и одна свалка рекультируется в рамку федерального проекта «Оздоровление Волги». Это на 13-м километре Беженского шоссе Калининского района. Старая свалка наша. То есть, работы по рекультивации будут завершены в 2023 году. Рекультивация свалок в рамках «Чистой страны» у нас в 2021 году начались. Рекультивация свалок в Кимрах и в Нелидово. В настоящее время завершается работа, готовятся объекты сдачи. В 2022 году планируется провести работы по рекультивации свалки в городе Балагое. И еще две свалки. Это в Красном холму и Кувшиново. В настоящее время идет разработка проекта смертной документации. Планируем, что работы по рекультивации будут выполнены до 2024 года. В том числе, наверное, есть расчет, что часть отходов будет перерабатываться, в том числе и пластик, который довольно-таки приличный процент составляет от общего числа отходов. И экопункты, как мы уже говорили, один есть в Твери. Будут ли еще они в Тверской области? Конечно, будут. И стоит главная задача внедрить экопункты, поставить чуть ли не в каждом муниципальном образовании хотя бы один экопункт. В настоящее время стоит задача, чтобы в этом году мы поставили экопункты в Конаково и в городе Ржав. Надеюсь, удастся нам реализовать данную задачу в этом году уже. Надо отметить, что за мусор, который граждане туда приносят, ну как мусор отсортированный отдельно бутылки пластиковые, отдельно алюминиевые, тара стекла, тара эвакулатора, та же самая, за каждую фракцию, как это правильно называется, своя цена. Да, действительно предусмотрена цена, то есть это экопункт не просто принести, принести, отдать, а действительно рекоператор установил тариф на определенные виды отходов, за которые можно получить хоть и небольшую, но все равно какую-то помощь и какой-то стимул. За месяц работы, открылся он в середине мая, практически ровно месяц, граждане сдали более пяти тонн твердых бытовых отходов, годных переработки, на общую сумму чуть больше 40 тысяч рублей. Да, действительно это так, и мы видим, что действительно он пользуется спросом, пользуется спросом, помимо того, что мы его открыли в мае, буквально прошло тут полтора месяца, уже люди пользуются, и в том числе с других районов тоже приходят запросы с просьбами действительно поставить, организовать такое как пункты в других районах. То есть считаем, что да, действительно это правильная и полезная и нужная вещь, которую мы и рекоператор внедряет на территории Тверской области. И, собственно, из этого экопункта собранная продукция уже вывозится по назначению. Да, действительно, то есть у нас же можно как раз... Не на полигон она едет. Да, действительно, да, не на полигон, то есть у нас получается в экопункте уже рассортированы они по видам отходов, и непосредственно с экопункта уже уходят отходы на конкретные предприятия. То есть пластик у нас уходит, есть большое предприятие Тверской области, Тверской завод Торичных полимеров. Весь пластик везем мы туда на переработку, они делают гранулы, и потом из них изготавливается новая продукция, в том числе они Тверской завод Торичных полимеров делает скамейки, которые можно использовать для благоустройства города. И, соответственно, везем бумагу уже, везем на предприятие, которое занимается переработкой бумага, стекло, соответственно, кто стеклом занимается, конечно, это не везется уже на общую кучу. То есть вот эти, да, 5 тонн, это уже от общего в год примерно жители региона производят 480 примерно тонн мусора, и уже если, да, даже вот эти минус 5 тонн, грубо говоря, это уже все равно вклад в экологию. Действительно, это вклад, действительно, вклад в экологию, это минус тот объем мусора, который мы захораниваем, не захораниваем на объектах. Но, действительно, как я говорил, показатели у нас амбициозные, более 50% мы должны отправить на переработку, а именно не захоронение. Иван Алексеевич, вот, казалось бы, да, вторая жизнь пластика, что вот завод полимерных материалов, ну, понятное дело, что он его размельчает на гранулы уже по назначению отправлять, А что вообще, в принципе, можно изготовить из него? Из него изготавливают любую продукцию, в том числе, опять же, те же самые упаковки, в том числе, вплоть до одежды изготавливают из-за того же пластика. Как я говорил, могут использовать пластик при изготовлении тротуарной плитки. Тот же самый изготавливают при скамейках, которые можно использовать при благоустройстве нашего же города. То есть, любая продукция, очень много номинований продукции, которые используются. В том числе, можно отметить, что Тверской завод вторичных примеров всегда рад приветствовать у себя и проводить экскурсии, как раз показывать процесс изготовления, производства и дальнейшее изготовление новой продукции пластика. Ну что ж, будем надеяться, что эта практика поможет, если уже за один месяц опять-то собрали тех отходов, которые не отправятся на полигоны и не в нашу экологию, а отправятся по назначению на переработку. То, наверное, если в ближайшие месяцы, да, нехитрый счет и получается вполне, да, большие довольно-таки объемы. Это была программа «Тема дня. Комментарии». У меня в гостях был заместитель министра природных ресурсов Тверской области Иван Алексеевич Локтионов. Говорили мы о переработке мусора Тверской области, а также о важности отдельного сбора твердых бытовых отходов. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин